здравствуйте фарит здравствуйте наши дорогие телезрители в эфире телеканала cbc передача постулаты успеха и мы находимся фактически на двое из гимнастических аренд которая в городе боку олимпик старт фарид казаков которому сегодня в день выхода передачи исполнится 26 лет передача выйдет 24 она в записи 24 вы празднуете свой день рождения и вы мне признались что день рождения хоть и праздник веселые но немножко вас пугает из-за возраста нет вы знаете спасибо первую очередь хочу сказать всему телеканалу cbc мой любимый телеканал а также вам спасибо за приглашение на самом деле до всегда очень скажу так неожиданно наступает тот момент когда ты понимаешь что вроде бы только вчера тебе было 18 15 а уже сейчас ты выходишь на новый уровень но в то же время меня это радует потому что я вижу сколько всего я сделал для нашей страны для развития нашего вида искусства и меня это очень радует и вдохновляет на еще большее достижения вы знаете в 26 лет достичь того чего достигли вы не каждому удается я когда читала о вас ваших регалий не счесть их бесчисленное количество но понятно что если вы будете писать свое имя на визитке это все не уместить чтобы вы оставили на визитке а знаете я несмотря на то что являюсь обладателем очень многих престижных международных соревнований также являюсь трижды лучшим солистом россии но многие знают обо всех о многих регалиях но для меня очень цены наши национальные азербайджанские премии награды и наверное самое важное для меня даже не наверное а точно что меня внесли книгу президента азербайджана и 1 вице-президента азербайджана как выдающегося представителя молодежи азербайджана 21 века я считаю что этот такой это событие просто внесло мое имя в историю нашего современного искусства танцевального и меня это очень так скажем еще больше конечно же опять таки вдохновляет я счастлив фарит вы занимаетесь не только своим творчеством но еще тренерская работа теперь на вас сколько времени вы уже скажем так работаете с молодым поколением учитывая как они вас все любят и слушаются да это взаимно да и как совмещаете и насколько сложно как к этому пришли я хочу сказать что я пришел к этому в очень раннем возрасте с 15 лет я начал свою педагогическую деятельность если честно я не думал что это перерастет в такое глобальное событие и масштаб но мне всегда очень нравились дети я очень люблю детей и животных да просто знаете в этой работе меня очень привлекает то что в детском мире отсутствует зависть злость какие-то вот интриги и так далее и я там чувствую себя в своей тарелке и я могу сказать что даже кто знает меня близко они могут сказать что я сам может сказать ребенок потому что я тоже верю в чудеса доброту в честность порядочность а сейчас к сожалению эти качества стали очень редки в наше время вот и я занимаюсь 15 лет у меня в москве была собственная школа также я очень много преподавал в различных других местах московской академии гимнастики танца можно сказать послужной список очень высок но я очень рад что моя жизнь связана с этим всем совмещать дается конечно только в радость потому что знаете вот на протяжении многих лет я выступал вместе со своими воспитанниками вместе с ними на соревнованиях я ездил на международные соревнования допустим solo star россии это самый престижный конкурс среди лучших солистов россии и также я готовил в юниорской категории своих воспитанников которые тоже кстати выигрывали и для меня это было большой радостью и также это очень интересный процесс и детям дети очень вдохновляются когда видят педагога в действии я до сих пор сколько тренирую я всегда показываю все сам на своем примере и они всегда вот так смотрят с восхищением очень приятно но в тот день когда выходит передача с вами у вас еще свое шоу до приуроченное к вашему дню рождения что будет собой представлять это шоу что в нем нового особенного и сколько часов в день вам приходится заниматься непосредственно этим чтобы успевать срок да вы правильно подметили это будет премьера моего нового моноспектакля я еще горд тем что являюсь первым танцовщиком нашей стране кто ввел систему так скажем танцевальную систему именно жанр моноспектаклей он меня уже у меня много моноспектаклей и все затрагивают различные темы девочка да что ты хочешь да конечно они без вас не могут да и этот спектакль станет знаменательным тем что и он будет называться многогранность вот многогранность да многогранность человеческой души человека до человеческой души и знаете многие из нас я думаю хотели бы заглянуть к себе в душу и порой когда мы стараемся я очень увлекаюсь психологии эзотерикой и так далее это меня все дико интересует знаете порой какие там происходят у нас битвы в душе и битвы разногласия переживания раздумья различного рода эмоции счастья гордость и так далее там не перечесть все качества и в этом спектакле я хочу показать что творится и скрывается душе очень многих творческих людей вот в том числе и в моей но я думаю что будет приоткройте завесу да 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 я очень кстати люблю немножечко даже на своих интервью я стараюсь как бы знаете очень многие артисты преподносят мир искусства и так далее в таком очень светлым ключе да безусловно это так но конечно же никто не отменяет обратную сторону медали интриги до интриги расследования часто приходит приходилось сталкиваться но я понимаю что не совсем как бы стекло фанты но и все же с тем что устраивали какие-то препятствия нет вы знаете даже со стеклом тоже приходилось сталкиваться в москве это было на международном конкурсе артистов балета до вас были в план ты стекла но у нас у мужчин не пуанты а балет балетная до мягко просто мое счастье в том что я очень внимательный человек деталям может быть моё козерожье нутро это объясняет и я тоже когда перед самим выступлением заглянул себе я увидел там но конечно же не в большом масштабе а там было очень вскрыто но это ужасно на самом деле очень много таких пагубных моментов происходит но как-то не хочется загружать зрителей этим тебя чему вас учат участие проигрыша все что за всем этим следует вы знаете к моему счастью за более десятилетний стаж моего представления азербайджана на международной арене у меня не было ни одного проигрыша потому что я очень знаете я очень ответственно подхожу каждому выступлению даже в боку ну когда выступаю в качестве показательного выступления потому что я понимаю я создал своего рода бренд и лицо нашего сольного танцевального искусства поэтому у меня нет правы право на ошибку вот иногда случается как дела да вот у нас такие красотки это такое это проявление чувств да 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 любовь она почувствовала что вы говорите о том что не совсем вам сейчас хотелось бы говорить какие-то моменты и решила вас поддержать за да они вас очень любят да это взаимно очень следят за всеми моими шагами подписчики фарит но продолжая тему которую мы с вами начали по поводу именно того что он не всегда удается быть на высоте и бывают моменты когда ты не всем нравишься и то что ты делаешь не всем нравится как с этим быть как в этот момент сделать так чтобы ну как вы делаете так чтобы не сломаться идти дальше вы знаете мой легендарный педагог народная артистка азербайджанская сэр тамила шаралиева сказала в свое время очень хорошую вещь что перед тем как расстраиваться она сказала об этом лично мне расстраиваться и переживать ты задайся вопросом а суде кто вот вы знаете когда честно я создавал многие проекты у меня очень много снято клипов также как у единственного танцовщика нашей страны и знаете порой когда бывали какие-то ну как даже сказать нелицеприятны но я даже больше скажу завистливые комментарии многих моих коллег я просто задавался вопросом я никогда не люблю вступать в полемику и растрачивать на этот свою энергию и силы я просто задавался сразу же вопросом а что сделал ты для того чтобы выдвигать нашу страну и добиться таких результатов и когда я понимал что люди которые писали и так скажем что-то думали там и так далее я понимал что они ничего не сделали и это меня тоже своего рода не то чтобы ни в коем случае не успокаивала я отвечал на все вопросы потому что знаете легче всего судить и говорить как есть еще такая фраза которая мне нравится что лучше у меня будут мозоли на ногах чем на языках у многих людей на языках поэтому я придерживаюсь этому правилу я правильно понимаю вас нет конкурентов знаете не то чтобы нет конкурентов в азербайджан эта страна полная профессиональных людей талантливых людей просто порой талант это не единственная составляющая которая должна быть для того чтобы создать свое имя множество факторов коммуникабельность умение общаться с людьми умение общаться с журналистами так скажем с видеографами с фотографами потому что когда я свое время создавал свои проекты и ходил везде со своей командой с фотографом с видеографом многие тоже там задавались вопросом он там ходит со своей съемочной команды я бы друзей и мне всегда было от этого так весело я бы я очень много давал благотворительных спектаклей мастер-классов и также приглашал чтобы заснять этот процесс и наоборот смотивировать этим самым людей творческих людей нашей страны именно танцоров для того чтобы они тоже поучаствовали приняли участие и когда я многих допустим даже приглашал многие сразу задавались вопросом а сколько это будет стоить то есть мой феномен можно сказать еще и в том что я очень многие проекты делаю на безвозмездной основе я от этого не зарабатываю я просто довольствуюсь процессом и довольствуюсь тем что люди получают наслаждение от их просмотра и от пребывания на моих проектах вы чувствуете себя лучше не то чтобы лучшим я просто чувствую то что знаете как я не гонюсь за тем чтобы быть лучше кого-то как сказал известный танцовщик михаил барышник барышников да он сказал о том что я не не стремлюсь быть лучше кого-то я стремлюсь быть лучше себя самого и тоже я с годами смотрю на свои проекты на свои выступления я понимаю что я справляюсь с этим я становлюсь лучше мое творчество взрослеет вместе со мной и она становится более многогранным да не зря был выбран такой такое название до спектакля и поэтому нет я не считаю себя лучшим я просто довольствуюсь тем что я становлюсь лучше себя с каждым днем и конечно же для меня самое важное это чтобы наш флаг всегда был на высоте я большой патриот нашей страны мы сейчас с вами говорили о таких важных темах и я заметила как ребята отошли к тренером и это правильно понимаю вас есть тренеры которые непосредственно тренирует а вы как такой старший нет я я занимаюсь хореографии хореограф постановщик да также конечно у нас потрясающая команда составе сами расалим за д лейлы гусейн ли и также другие наши тренера очень профессиональная команда с которой мы ездили буквально недавно вернулись на международные соревнования в дубай где наши девочки стали чемпионками и вот гордость нашей страны они сейчас разминаются или они прогоняют свои танцевальные композиции вот и готовится к новым стартом нас впереди ожидают международные тоже соревнования также наш ежегодный наш ежегодный проект соревнования winter cup на который я вас тоже приглашаю вообще одна все проекты приглашаю я всегда очень рад когда вот из себе си из других телеканалов состава сверст news а всегда ко мне приходит мне очень приятно безумно да а сколько часов они занимаются кстати ну да у нас они занимаются в основном по 4 часа но бывает перед выступлениями на больших стартов мы занимаемся каждый день у нас также имеется второй филиал на хата и динамо и манджами ты там мы занимаемся утром днем и здесь тоже мы занимаемся днем и вечером да ну и по шесть часов бывает занимаемся да то есть остаться в живых правда можно так и сказать все некоторые из них совершенно маленькие кому-то три годика кому-то 4 то есть ребята такие выносливые просто молочинки ну вы знаете что очень важно я всегда своей педагогической скажем истории старался привить любовь детям к этому потому что меня воспитывали в очень строгих условиях и правилах у меня не было права можно сказать на ошибку никакого а даже если это ошибка и случалось то за это меня ожидали наказание и вы не наказываете нет я наказываю но я наказываю более гуманно то есть посредством мы занимаемся больше и так далее но конечно же и времена изменились и дети изменились и тренера тоже стали другими то есть мы идем ногу со временем вот но конечно же я благодарю всех своих педагогов низкий всем поклон за то что за их строгость потому что если бы не эти качества то меня бы такого не было и всех моих успехов и заслуг тоже бы не было вы довольны тем чего достигли да конечно безусловно знаете как для человека вот я не я всегда говорю на своих интервью тоже что я пришел в гимнастику и в танцевальное искусство не имея никаких природных данных то есть меня изначально не хотели даже брать просто у меня была подходящая внешность фактура и как бы я даже в таком маленьком возрасте начал плакать и меня просто пожалели и дали шанс но я очень много работал я не отдыхал ни дома когда многие уходили на каникулы я все равно просил мои родители близки просили тренеров чтобы я приходил занимался даже один то есть я шел к своей цели на пролом и у меня не было таких суждений что у меня не получится я понимал что это моя цель и вот когда я уже стал артистом я понял что самую такую главную мечту своей жизни я выполнил и я даже знаете могу поделиться тем что я даже не думал что все будет настолько масштабно да и конечно самое главное мечтать и посылать свои мысли вселенную чтобы она нас услышала девочки еще раз здравствуйте очень рада вас видеть и скажу откровенно впервые оказалась в такой ситуации когда меня окружают такие замечательные милые ангелочки вы занимаетесь гимнастикой и танцами да и вы мне сказали что с трех лет кто ты даже с четырех отлично отлично и я вижу ваши медали вы достигли таких больших высот у вас вас тренирует я так понимаю что фарид да вы мне можете сказать пару слов об этом человеке кто хочет первый давайте фарид очень хорошо ценирует и он добрый человек правда кто еще хочет сказать что-нибудь фарид добрый и меня пропускает вперед у него есть любимчики да да вы открываете сейчас секреты я считаю что фарид добрый замечательный человек и сразу же видно как он занимался так и в свое время так и видно что он старается и для нас чтобы мы всегда были первыми замечательно да конечно я думаю что фарид мэри самый лучший тренер и он нас очень занимает и он очень хороший ребята признайтесь честно вы говорите так потому что он сейчас рядом и смотрит на вас нет да можно фарид мэри очень хороший человек и я хочу чтобы фарид мэри меня долго тренировал надеюсь он тоже будет согласен на это я думаю что фарид мэри очень хороший человек я хочу чтобы он нас подольше тренировал да да все этого хотят у нас на фоне такого цоканье ваших всех медалей вы достигли так многого можно чтобы в завершении вы пожелали себе и фарид мэри мо что-то не знаю хорошую о чем вы мечтаете что ты хочешь сказать я думаю ее глаза есть то что она стесняется говорит обо всем так ребята еще кто давайте чего ты желаешь себе и фарид мэри себе чтобы фарид мэри ну таким же хорошим и хорошо а себе чего ты желаешь я желаю я хочу чтобы я была чемпионкой по гимнастике да конечно слушаю я хочу чтобы фарид мэри был и фарид мэри очень хороший человек и добрый человек потрясающе давайте я хочу чтобы фарид мэри был все всегда счастливым а себе желают чтобы лучше всех занималась молодец кто еще фарид мэри я желаю фарид мэри что он с нами хорошо заниматься а себе желаю много побед хорошо желаю счастья здоровья сама хочу чтобы первое место всегда получила я хочу чтобы он много медалей получала конечно я хочу чтобы он был здоровым человеком и никогда не болел я себе желаю чтобы я я была чемпионкой и звездой 321 поздравляем с днем рождения благодарю вас ребята желаю успехов вам и фарид мэри мо продолжайте радовать нас и поднимать в изоко знамя азербайджана удачи вам и всего-всего самого замечательного в одном из интервью вы сказали что все что вы делаете направлено на то чтобы искоренить буллинг в каком-то в какой-то степени вам удалось в этом направлении а сделать какой-то ощутимый шаг вы знаете да я тоже можно сказать одним из первых стал говорить об этой теме в нашей стране именно в танцевальной сфере потому что порой существует очень много нереализованных педагогов которые когда занимались сами они не достигли ничего и самое страшное когда эти люди начинают тренировать и преподавать как я считаю потому что как только они видят талантливого перспективного ребенка у них в душе происходят иные процессы которые порой не позволяют им дать возможность этому ребенку идти дальше и проявлять себя то есть допустим на своем примере я всегда своим детям говорю что я хочу чтобы вы стали лучше меня чтобы вы были лучше потому что если вы будете лучше вы я буду просто на седьмом небе отчасти да и могу сказать что отчасти да потому что мне многие очень люди писали подросткового поколения возраста о своих проблемах после того как я представил ряд проектов спектакли и так далее и многим я постарался помочь постарался уделить внимание время и сейчас мы тоже поддерживаем связь и они чувствуют как им стало легче и они совсем по-другому начали относиться к своему окружению и многих даже и своего окружения вычеркнули что очень важно сделать вовремя но чтобы кому-то помочь необходимо прежде всего помочь себе да обязательно спасение утопающих это рук самих утопающих мне скажите вам удалось самому себе помочь безусловно я даже можно сказать и не нуждался в помощи плане того что я уже знаете как я не могу объяснить это как-то словами потому что вот с детства у меня было такой настрой что несмотря на все трудности несмотря на все тяжбы все все равно будет хорошо я не знаю это я думаю что аллах мне заложил такое в голову уже с рождения что чего бы я не хотел я достигал и даже порой то о чем я не мечтал это со мной случалось и я бы очень благодарен аллаху и я всегда считаю что нужно быть очень благодарным человеком к людям к аллаху ко всем процессам даже порой к негативным которые происходят нашей жизни потому что сталкиваясь с этими негативными процессами человек начинает расти и это делает его еще сильнее и более эмпатичнее к окружающим людям до быть патичным к окружающим людям это большая заслуга мне кажется сильных людей редко кому это все удается во многих своих интервью вы рассказываете о бабушке я маме но я никогда не слышала чтобы вы рассказывали о папе у меня папа потрясающий человек который тоже всю жизнь меня поддерживал в творчестве я прошу прощения если задала какой-то неудобный вопрос что вы чтобы я обожаю свою семью просто я стараюсь не делиться личной жизнью и так скажем своей семьей потому что порой есть очень многие но знаете как я прочитал много книг где где зачастую говорили что творческим людям людям известным нужно стараться сохранять эту грань вот личного пространства и творческого но так как я веду активно соцсети у меня это не всегда получается потому что допустим многие люди задают всеразличного рода вопросы я стараюсь на все ответить всем помочь и так далее и уже перешел такой мне как многие дети говорят вы блогер я не знаю но если вы так считаете пусть будет это так но я просто виду из инстаграм и другие свои соцсети так как я чувствую и очень рад что это вызывает отклик у многих людей где видите себя буквально лет через пять даже 4 к 30 годам уже скоро я себя вижу конечно же в тренерской деятельности также вижу себя в своем творчестве это конечно даже не обсуждается самое главное чтобы мы все были живы здоровы чтобы у нас была сила продолжать заниматься то что мы любим то что мы делаем и конечно же я думаю что я буду еще больше заниматься продвижением нашего азербайджанского искусства уже и в своем лице конечно же но в первую очередь в лице нашего подрастающего поколения потому что у меня есть большие цели и так скажем на них задумки чтобы уже они стали моими продолжателями потому что когда я начинал а как даже правильно подобрать слово такого такой манеры исполнителей вовсе не было то есть пластики гибкости людей которые совмещали и сейчас есть и танец да а сейчас я вот с ними иду сниматься на телевидении нас тв и мне даже многие ведущие и съемочная группа всегда говорит что они похожи на тебя в плане и манеры и взгляд они даже по вы разговаривают как я вот это конечно безумно приятно я надеюсь что все продолжится и в еще больше и круче масштаба благодарю вас фарит за то что уделили нам время еще раз так как передача выходит в день вашего рождения пусть и чуть-чуть заранее все же с днем рождения вас чтобы все ваши мечты желания они сбывались ну и конечно чтобы сил хватало а для этого крепкое здоровье необходимо вам и вашим близким которые будут вас поддерживать на вашем правом пути спасибо вам огромное спасибо за приглашение получилось очень душевная и интересная беседа спасибо за ваше внимание благодарю и вас благодарю и наших телезрителей которые все это время были вместе с нами всего доброго и и